Всем привет. Видеоинструкция о препарате Бегагестин 24 мг. Действующие вещества Бетагестин. Страна-производителя Россия. Производитель Кананфарма Продакшн, ЗАО. Бетагестин является аналогом гистамина, созданным синтетическим методом. В основном активное вещество препарата способно задействовать гистаминовые Н1 и Н3 рецепторы, слабые и сильные антагонисты ЦНС, в данном случае имеются в виду рецепторы внутреннего уха и вестибулярных ядер. Бетагестин и дегидрохлорид воздействуют на кровоток, стимулируя микроциркуляцию и проницаемость капилляров внутреннего уха. Кроме этого, действующее вещество данного препарата стабилизирует давление эндолимфы в улитке и лабиринте. Благодаря тому, что Бетагестин по сути является ингибитором Н3 рецепторов ядер вестибулярного аппарата, данный препарат оказывает ярко выраженный эффект на ЦНС, стабилизируя нейрональную трансмиссию в нейронах вестибулярного ядра. Бетагестин при правильном приеме способен очень быстро нейтрализовать симптомы вестибулярного головокружения. Период воздействия активного вещества данного препарата составляет от нескольких минут до 24 часов. Регулярный прием Бетагестина под наблюдением врача снизит частоту и эффективность головокружения, уменьшит у пациентов шум и звон в ушах, а также восстановит слух в случае его ухудшения. Препарат не оказывает седативного воздействия и не вызывает различных нарушений координации. Не влияет на железы внутренней секреции. Показания к применению Бетагестина. Показания к применению Бетагестина следующие. Лечение синдрома Миньера, а также симптомов, которые могут включать в себя головокружение, шум в ушах, частичную потерю слуха, тошноту, нарушение координации. Симптоматическое лечение вестибулярного головокружения, вертига. Противопоказания. Повышенная чувствительность к Бетагестина или к любому из компонентов препарата. Дефицит лактаза и непереносимость лактозы, глюкозогалактозная мыльябсорбция. Феохромоцитома. Беременность. Период грудного вскармливания. Возраст до 18 лет. Эффективность и безопасность не установлены. С осторожностью. Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, в анамнезе, бронхиальная астма, пациенты с артериальной гипотензией. Беременность и лактация. Прием Бетагестина при беременности и в период грудного вскармливания противопоказан из-за отсутствия достаточного количества данных о его безопасности во время беременности и в период грудного вскармливания. Неизвестно, выделяется ли Бетагистин с грудным молоком, если прием препарата необходим в период грудного вскармливания, кормление грудью необходимо прекратить. Особые условия. Терапевтический эффект в ряде случаев нарастает в течение нескольких месяцев от начала лечения. Улучшение иногда наблюдается через несколько недель лечения, но и лучшие результаты иногда достигаются после нескольких месяцев лечения. У пациентов с язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, в анамнезе, бронхиальной астмой, артериальной гипотензией препарат следует применять с осторожностью и под контролем лечащего врача. Влияние препарата на способность к управлению транспортными средствами и механизмами. Бета-гистин показан для лечения синдрома Миньера, который характеризуется триадой основных симптомов – головокружением, снижением слуха, шумом в ушах, а также для симптоматического лечения вестибулярного головокружения. Оба состояния могут негативно влиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. По результатам клинических исследований доказано, что влияние бета-гистина на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами отсутствует или незначительно. Способы применения. Внутрь, во время еды по одному таблетке два раза в день. Курс лечения определяется индивидуально. Лечение длительное. Не требуется коррекции дозы у пациентов пожилого возраста, а также у пациентов с печеночной или почечной недостаточностью. Улучшение иногда наблюдается через несколько недель лечения, наилучшие результаты иногда достигаются после нескольких месяцев лечения. Цена бета-гистина 24 мг номером 30 от 130 рубля. А цена номером 60 320 рублей и выше. Всем спасибо за просмотр. Будьте здоровы.